У казахов есть такая очень интересная пословица «Ат ерканата», то есть «конь – это крылья мужчины». Меня зовут Наталья Баженова, я работаю в Государственном музее искусства Миняблхана Костеева в отделе прикладного искусства Казахстана. И сегодня я познакомлю вас с этим удивительным и очень древним видом народного прикладного искусства казахов – конным снаряжением. Конечно, нужно сказать вообще, из каких составных частей состоит конская сбруя. Это входит туда седло, уздечка, подседельник, нагрудник, подпружные ремни, подфей, стремина, тебеньки, камча. Говоря о седле, седла, конечно, изготавливали из дерева, но есть два вида седел. Первый вид седел – когда основа выдалбливалась из цельного дерева. А также есть курандьер – это когда из составных частей делалось седло. А есть даже седла, которые состоят из 22 составных частей. Они очень удобны, в то же время они легкие. И в седлах надо отметить то, что они сделаны очень бережно по отношению к коню. То есть вот эта вот сама часть, внутренняя седла, она ни в коем случае не давит на позвоночник лошади. То есть только вот эти боковые части. Перед нами переметная сумма куржан. Ее делают с помощью ткачества. Это, можно сказать, ковровое производство. И она используется для того, чтобы перевозить поклажу на вьючных животных, в том числе и на лошади. Исключительно богатыми в декоративном отношении являлись уздечки. Одни из них состоят из широких пластин, Т-образной формы, соединенных шарнирами между собой. И другие украшены крестообразными накладками. Третьи – стреловидными подвесками. У разных мастеров, естественно, разные традиции, которые испокон веков передавались, вот из прошлых поколений. И, конечно, так же, как, например, в ткачестве, в волоковолянии определенные традиции мастерицы сохраняли именно своего рода, своего региона. Точно так же мы можем сказать и о конском снаряжении. Законченный художественный образ седлу и его убранству придавались тремена, многие из которых представляют собой великолепные образцы ювелирного и бронзолитейного искусства казахов. Форма их также разнообразна, но преобладающая, как вот мы видим здесь, с круглым основанием и высокой дужкой. В декоративном их оформлении используется насечка, профилировка, чеканка, ажурная резьба. Медные стремена иногда украшались узором в виде врезанных концентрических кружочков. Это торсы. Они делались тоже из сыромятной кожи, украшались богато орнаментом. И в чем их такая характерная особенность? Вот на таких изделиях есть роговидные завитки. И с одной стороны это, конечно, украшение, но с другой стороны это имело и функциональную значимость. Например, если молоко, то есть закваска кумысная исчезает, то в этих уголках остается эта закваска. И можно налить молоко свежее и получить таким образом закваску. Особое внимание хочется уделить и плетке, камше. Вообще, это не просто инструмент для погонки коня, для подстегивания. Это своеобразный даже жестовый язык. Например, когда мужчины сидели в кругу и кто-то хотел высказать свое мнение, он кидал в центр плетку. Плетка также висела и на стене в доме, как оберег. Казахское народное прикладное искусство – это область очень интересная, древняя. И действительно, судя по тем произведениям искусства, которые дошли до нас, мастера и мастерицы обладали высоким уровнем чувства композиции, мастерства, умения. И мы сейчас только восхищаемся и преклоняемся перед этими видами прикладного искусства.